И ребята, всем привет, добро пожаловать на канал JoyWack. С вами снова Джо, добро пожаловать в Elden Ring. Я немножко офф в видос, побегал по этой локации, пофармил ловаки. Мы теперь сидим на, чёрт возьми, на 157 уровне. На 157 уровне. Каждый следующий левелап стоит 171 тысячу и более. У меня это заняло буквально пару часов, на самом деле. Ничего фантастического, я просто бегал, убивал альбиноров, Я пробежался по этой локации, всё, что интересно, нашёл, если не ошибаюсь. Руна Героя 4, и она вот в этой стороне, если забраться на вот эту вот арку и пройти туда дальше, по-моему, она там находилась. Больше я ничего здесь не нашёл в ближайших пределах, туда я не заходил. Я смотрю на вот этих яйцеголовых птиц и не очень-то хочу. Но я всё равно хочу побывать в красной локации, моё предложение отправиться в тлеющий храм, заделать всю красную локацию, посетить Родана и в ближайших сериях это сделать. Я не уверен, что мы сегодня успеем добраться до Родана, потому что, ну, здесь некоторое количество катакомб и пещер присутствует. Это может занять некоторое время. И... да, да, отправляемся в приключения. Сперва дерево, а дальше по списку пройдёмся, посмотрим, что здесь интересно есть. Здесь есть всякие лагеря и прочее. В приоритете, конечно же, взять карду. Отсюда и начнём. Может быть, стоило вкинуть чуть-чуть в мудрость. Для того... Для того, чтобы была возможность призывать более крутых спаунеров, спаунов. Да я не вижу просто это дерьмо из-за горшков-то. Вы чё, гоните? Ну, эта штука пёрдёт вперёд. Господи. Да, медуза, конечно, не вывозит совершенно. Вовремя подошёл. Думал, что застань её. Нет, нифига. О, лазеры. Стан. Сколько тебе любви надо? Нет. Нет. До сих пор не стану. Офигеть. Хочу перейти на какое-то более силовое, более веростное оружие. Но мне кажется, что это коса, это максимум, что мы можем получить. Опять. Опять. Я тебе скажу так, за магический билд его было убивать легче. При том, что там уровень был ниже на 50 ловаков. Ну, тем не менее, победка. Зелёная слеза, пламенная треснувшая слеза. Вроде увеличивает, наверное, огненный дэмэдж. О, здесь катакомбы. Ща посетим. Ща посетим. Лады, ладно. Вторая попытка тоже неплохая. Так что, медузку, да, надо менять. Наверное, следующие ловаки я буду потихоньку вкидывать в интеллект, чтобы увеличивать количество очков концентрации, чтобы можно было призывать кого-то другого. Потому что чё-то... Чё-то медуза слабая. У нас пока 65 максимум. Можем призывать Минотавра-лучника. Звучит сквишово. Звучит сквишово. Но и, с другой стороны, звучит более полезно, на самом деле. И у нас есть возможность пользоваться верой. Я выкупил всё, что продаёт чувак в круглом столе. Буквально все его спеллы там с десяток было. И оказалось, многие из них по вере скелятся. Я купил всякие тёмные пламени, пиромантию. Ну, просто всё купил. Мне понравилось грозовое копьё, потому что оно заряжается. И оно... Оно дамагает. Что удивительно. Выглядит как ловушка. О, я вижу наверху ребята стоят. Давай попробуем. 400. К сожалению, в стену прошло. А вы горите от огня? Вот бы попадать ещё. Было бы просто замечательно. Я вообще вот это пламя хотел. О, они сразу горят. А если заряжать, то оно как бы... Оно АОЕ наносит. Слушай, ну это явно лучше, чем моя коса. Но интеллекта не хватает. Интеллекта не хватает. Это понято. Здесь крабики. Меня смущает тот чел наверху, но... Он, возможно, сейчас спрыгнет? Нет, он будет гренами кидаться. Я понял. Могильный ландыш 5. В общем, моё предложение попробовать Минотавра. Моё предложение попробовать Минотавра. Давайте используем фласку. Лифт поднимем, потому что при смерти мы там окажемся у костра наверху. Окей. Я думал, что у меня щит. Они каменные, и острый урон в них не проходит. Это... Это... Нехорошо. О-о-о! Он согрелся раньше, чем я зашёл туда. Надеюсь, он один. Но я пробегу, дёрну, рычаг. Всё равно рискнул. Ещё один есть. Может, надпись пропадёт? Я его мог бэкстебнуть два раза. Но из-за того, что была надпись, кнопки не проходят. А может, можно это как-то в настройках пофиксить? Прицеливание вручную, автозахват цели. Камера. Сброс. Интерфейс. Показывать обучение. Субтитры, кровь и GDR. Слишком много всего. Но и ничего полезного в то же время. Ну окей. Мы открыли... Проход к боссу. Подожди, а где он? У меня есть подозрение, что мы можем спуститься под платформу, которую я поднял наверх. Еп. Я абсолютно прав. Эх. Было бы... Было бы крутое попадание, если бы это было крутое попадание. Потайная? Впереди тайная тропа. Это ложь, да? Мне кажется, это обман. Я видел пост о том, что есть тайные тропы, которые... Требуют... 9999 урона. Ну, условно. Они, типа, очень толстые и тяжело пробивные. Слушай, ну здесь 170 меток впер... Этот... Отметок вверх. Может, все-таки это правда? Я не знаю. Вернемся сюда. Может быть, эта тайная тропа открывается после каких-то действий. Опять эти лепешки. И у меня закончилась мана. Здесь постоять негде. Во, вот здесь можно встать. У-у-у! Это была ловушка. Вот это я зря, конечно, кувыркнулся. Вот это я, конечно, зря сделал. Мне кажется, у меня были предметы от красной гнины. Нет. Крафтить мне нельзя, да? Пока эти пельмехи от меня не останутся. О, мы можем сделать. На одну штуку как раз хватило. Что ж, у нас нет возможности призвать ни медузку, ни кого, потому что маны нет. Здесь есть клин марики, так что если мы погибнем, то мы просто респаунимся сюда. О, ноу, ты серьезно? Блин, я думал, что он погибнет. А погиб я. Кстати, прикольная механика. Они добавили этот. Когда что-то происходит позади камеры, ты это не слышишь. За спиной ты не можешь слышать. Это не имеет никакого вообще смысла и отношения к реальной жизни. Но это прикольно. И все, и Минотавр сдох уже. Он просто с одной атаки умирает. Охренеть, он дерьмовый какой-то. Ты, может, ударишь уже? Не будешь километрах ходить? Опять пламя. Знаешь, что не хватает? Не хватает, чтобы они друг друга сжигали. Да прям в огонь. У меня камера подводит. Да ладно. Ну, это весело. Согласись, это веселый. Это хороший босс-дизайн. Еще особенно же ты с контратаки не можешь в него попасть. А теперь они всю арену начали огнем. Супер. Очень-очень веселый файт. О, точно магия же. От одного можно так принимать атаки, от другого нельзя. Я умер. Нет, я живой. Надолго ли? Да ты серьезно? Ну, контратака же. Ну, я блокировался. Ну, пожалуйста. Ты серьезно? Очень бредово. Знаешь, что нужно, чтобы в этой игре было? Чтобы была такая же босс-арена, где нужно с 3-ми драться. Это будет очень весело. Очень весело. Ну, тем не менее, минус один данж. Потерял, конечно, сколько там тысяч душ. Пофигу. Это два захода на альбинорах. Типа 3 минуты. О! А это кто такой? Мы его видели? В магическом прохождении я его точно видел. А, мы туда не можем перелезть. Это выход из реки Сиофра. Это вот отсюда. Слушай, можем туда сходить, чтобы это ни было. Пообщаться с ним, гоу. Очень плохо, что ли. Интересный какой-то. Там, по-моему, механика такая, что там нужно призывать фантомов и биться с ними. И если побиться со всеми и победить, то можно получить талисман. Он меня... Пятелец. По-моему, му-ка. Пятелец. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... этот прям журненький засранец блин прошел младь есть хорошо в общем если перейти в оффлайн то надо будет вот с этими тремя побиться по всей видимости а не с реальными игроками которые все строят через блит и убивают тебя постоянно постоянно окей понято и теперь после убийства троих призывных фантомов мы можем еще раз поговорить с горшком и получаем склад великого в кувшина который еще плюс то есть вот эта штука оружейный талисман дает плюс 12 ну или там какой-то процентный плюс 10 условно к весу снаряжения да вот с 81 до 93 а это до 96 еще сверху чуть накидывает сильно повышает максимальный вес снаряжения возможно мы этой штукой будем в перспективе пользоваться для какого-нибудь силового билда с тяжелой брони но не сейчас сейчас пока пока броня терпит пока нас не шотают значит терпит что-то но опять же мы уже на среднем перевесе и если будем на тяжелом это будет печально так это локация есть отправимся вперед в поисках карты может быть встретим еще какие приключения но ничего-то охраняется точнее не охраняю это доедают ты год три удара или один тяжелый один легкий ну это уже неплохо жаль что жучок убежал надо будет его еще раз словить чё тут это же супер тяжелый с келящейся по силе меч если мы не изменяет память вручник да вон всего лишь цески ну напрямую у него прям сразу не прокаченного больше физикал дэмэдж чем у нашей косы может быть если его заточить он тяжелый безум 23 весит охренеть 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 ладно псов можно достаточно аккуратно убивать я не я не знаю что за ворон по этой хрени явно больше и чп но победить ее получилось взрывной болт еще в сундучке руническая дуга окин там вон еще пара псов чё-то доедают но я не вижу что бредом с ними какой-то лут был лишний раз нарываться не хочет руины какие-то голоса ценим руины хорошо есть страта как вот там наверху домик какой-то на меня какой-то хрень оттуда смотрит ладно начнем с руин будем потихоньку двигаться далее так вижу беру горящих горящих челиков какой-нибудь подвал с лутом так я вижу катающуюся головешку за что я я почти запрыгнул на нее можно сверху запрыгнуть и она сразу погибнет но она помогает с мелкими скелетиками их здесь две даже а вы взрываетесь на понятым почему я не могу слезть с коня меня это прям угнетает выдастся вот это вот паркурная всякая ересь как он ужасно управляется это просто невозможно он идет абсолютно не туда куда ты его направляешь я хотел просто наверх подняться можно было спрыгнуть спасибо ты мне помогаешь вот изо всех сил вообще супер первый в игре костер который наносит дэмэдж вот бы это не засчиталось еще сейчас о мой бог серьезно баланс-баланс-баланс-баланс-баланс все все на балансе строится окей победка взрывоопасный горячий парни так значит там какой-то как-то босс файт хорошо хорошо понято переключимся на щит баф призовем мина тауруса и поехали ага как он меня пробил ты все такие задержки у него в развитии это просто невозможно минотавр погиб но это не очень приятный бой я тебе так скажу потому что бить их нужно со спины и у них там просто какие-то комбы из десяти атак подряд а у них разное оружие у одного огненный цеп а поэтому меня пробил потому что огненный дэмэдж спасибо дал прокастить но они горят можем пользоваться пламенем это было тупо все еще тупо мана закончилась так что теперь переходим на физикал опять у них абсолютно разный мувсет и от этого только сложнее становится что у 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 меня на фаербол еще есть ману у меня на фаерболе ну это супер уныло вообще-то они еще bled накладывают вот это прикольно ух за силовой бил с ними сложнее но это было прикольно это был интересный experience за что это было щит с ликом мы можем так и таскать супер тяжелый 24 весит но у него очень крутая защита мы можем реально супер тяжелый щит какой-нибудь таскать очень крутым блоком вообще любой в принципе щит можем таскать из всех что у нас есть и при этом оставаться в среднем снаряжении давай возьмем этот временно а и очень хорошо он не блокирует супер атаку косой с этим подземелем разобрались здесь старуха той стране я думал что дорога идет в эту сторону меня очень пугает три штуки собаки факт поэтому я с ними особо связываться не хочу вот тут еще и белые типа альфа пиранозавр собаки так что пускай они как-нибудь хорошо время проводят а я вот сейчас загляну на кладбище здесь быстро золотая у скелетиков сходим на ту сторону посмотрим что это за маленький берлога и все три штучки лута и все а я вижу костер это хорошо драконик курган грей ол это дракон дохлый дракон присядем восстановим фласки может мы когда-нибудь найдем еще золотые семечки чтобы увеличить количество фласк я бы еще одну мана фласку с собой таскал мне кажется это неплохо лишним не будет был к этому мини домику мне кажется это дом торговца или художника тут одно из двух опачки а у этого пса чуть намного больше hp и его в 3 атаки убить не смог пусть живет ему повезло не придется погибать сегодня хрен ничего не такие живучие да действительно торговец что продаешь стрелы заберем горшок заберем подсказки тайная пещера и врата на высой да посмотрим чё это тайная пещера в городе селе есть тайная пещера исследуйте обрыв за кладбищем и врата в замок рыжий гривы можно попасть через врата форта гаэль что стоит за звездных пустош собачки я вас не трогаю вот эту магическую башню посмотрим может мы в нее можем зайти я очень сильно сомневаюсь подойдем хотя бы на нет хотя бы просто на нее посмотрим вблизи интересно что рядом с ней находятся призыв красного фантома какого-нибудь такое обычно такие вещи рядом со всякими башнями бывают я так и знал что ты взрываешься кузнечный камень брака 8 мау гаут а я понял чё это 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 локация с боссом я ее проходил за магический билд она достаточно мэх именно как локация и босс там тоже такой мэх хорошая следом за ними свалился мечевидный ключ мне кажется у меня в этом прохождении их уже некоторое количество не 10 штук при том что я посещал вообще все что можно посещать как так как так вышло что у меня их в этом прохождении меньше чем в магическом то смысле больше смысле я я считаю другого от того что я был везде во все пещеры ходил и все открывал а в том приключение я как раз таки все не открывал в какие-то определенные там данжики я не ходил где нужны были мечевидные ключи и тем не менее здесь все равно больше видимо каждая к каждая какая-нибудь катакомба где нужен мечевидный ключ там можно найти еще один и и да целых десять штук тут наверху был костер возможно стоило бы его сходи взять возможно это гибель внизу по моему здесь была лестница вниз не было не то чтобы я сильно хочу вниз именно в этой части то же вот там где где на креслах на на стульях сидят ребята там точно какой-то лут есть пути поднимемся наверх бахнем костерчик он здесь точно есть наверху это прям 100 очков я же проходил эту локацию я помню и я знаю о чем говорю сюда вроде не запрыгнуть это лестница ради лестницы да ног поднимемся сюда и тогда рано или поздно мы доберемся до верху и потом надо будет спускаться вниз гуглянем тут может какой-то лут был я не помню вполне возможно ничего не было внизу тоже вроде все собрали а окей с работа вот тут когда это лесенка по-моему вот это как раз ведет костру может быть может быть еще один пролет наверх не не вон я вижу уже балкон там точно костер вот внизу еще был какой-то лут где вторая лестница священная башня звездных пустош не любит он меня просто не прыгнул и все такой конь просто просто не прыгнул свалился вниз там там какие-то души которые стоят некоторое количество где вторая лестница просто конь мне в общем нужно спрыгнуть отсюда и потом попасть на вот этот треугольный козырек вот так отсюда руна нумена она стоит дофига это все что я хотел сделать в единственный кусочек лута который здесь остался может быть есть еще но больше лазить не хочу в магическом билде я с первого раза смог запрыгнуть ну на них можно фармить души по кессу за каждый раз так здесь вниз сюда и потом нужно попасть на на платформу с факелом вообще выглядит так как будто отсюда можно кувырком на нее попасть ноги я усложнял там где не надо было а а вот там точно придется прыгать я вижу еще одного солдата я бы не хотел с ним на очень узкой дорожке биться давай супер хорошо что прыгнул какой-то лут я уверен что я сюда зря еду да никакого луда не мыли на пень обидни какого луда лут забыли положить жаль жаль сложно вот интересно может в new game класс в этих местах будет что-то раскидано и все не так просто ну либо сейчас нету а потом появится чтобы нужно было посещать уже посещенные локации но с другой стороны кажется прикольная идея посещение может быть так здесь какая-то лестница но мне а а а а а а а а а я не знаю когда его бить чё за бред посмотри на мой дэмэдж посмотри на то что делает он это же ваще хрень чё за от где мой дэмэдж где мой дэмэдж друг площадь полив начнется вдаль опять полив интересно интересно конечно же все где мой дэмэдж друг полив хоть бы стена блокировала господи это не серьезно это за магию настолько легко все делается что это нереально вообще он ко мне подойти не успел он ко мне тогда подойти не успел я не знал вообще что у него за атаки я его просто уничтожил тогда фуф ироническая дуга а нам видимо на сломанную платформу нет а вон другая сломанная платформа мне кажется вот это на которой мы уже падали а вот это новая я я или гибельная как бы одно из двух я видел там еще где-то валялся на балкончике лут но я хочу поскорее костру добраться слишком большой прогресс чтобы сейчас идти где-то шариться и погибнуть нам нужно косу прокачивать факт надо будет потратить целый эпизод на то чтобы найти камни мрака а это кстати проход к боссу если не ошибаюсь да 170 кан а еще один такой кайф давайте его наверх выманем хотя бы я бы не хотел здесь в проходе с ним раз если он выйдет конечно и он меня просто скинул в яму о это какая-то лужа ты че на последнем ударе о как он всратый о господи о господи на последнем ударе на последнем ударе какую-то просто новую атаку родил из ниоткуда обожаю баланс этой игры это просто нечто вообще отпали хренови наши а куда ты стреляешь медуза пару ты видел что это что что это Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Далеко Это моя последняя мэджика Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok